Доброго времени суток Сейчас снимаем одно из важнейших Фундаментальнейших видео О запарочной емкости Я специально Отдельным роликом Хочу сделать вот этот материал Хочу с вами поделиться вот тем опытом Как я организовал вот эту запарочную емкость Я вам сразу скажу что Это очень эффективное Очень хорошее И экономичное Такое сооружение И Сейчас расскажем О важных моментах которые здесь нужны Итак Вот эта рабочая поверхность То есть вот этот стол Является одновременно же и крышкой Для запарочной емкости Как видим здесь Давайте посмотрим Более так детально Вот видите П-образная такая Сделан фундамент Для Этой емкости Вот эта доска Которая находится Спереди Она для того чтобы на нее становиться Когда мы выгружаем Субстрат Из этой емкости Ну и пока там сейчас Закрыта Сама топка Сейчас ее открою И посмотрим как там все устроено Так Когда мы готовим субстрат То вот эту подставу Нужно отсюда убрать И вот такая Здесь есть крышка И вот в таком месте Как видим Что Вот эта емкость Она имеет Вот эта емкость имеет Одъем 1250 литров Но я скажу Я просто не знал Как Раньше не имел опыта Работать с такими большими емкостями Лучше ее делать Полтора кубовую То есть именно Она фактически так и была Полтора метровые Вот эти листы Но мы их так чуть Укорачивали Этого не нужно было делать Лучше Было сделать ее Немножко длиннее На 25 сантиметров Чтобы Так лучше она И будет И быстрее прогреваться И Вот такой вам совет Значит видим Что внизу Сваренная рубашка Это Бочка Или кастрюля Или как там ее назвать Она стоит На таких вот Металлических Опорах Или трубах Трубы довольно таки толстые Так мало света Нужно было бы что-то Как-то добавить Может мы сейчас Или не стоит Значит Она стоит на довольно таки Толстых трубах Когда Вы будете делать что-то подобное Особое внимание Я хочу Обратить вот на эти места Трубы там Где заложены Именно в бетон Обязательно Когда будете заливать Вот этот бетон То трубы оберните Бумагой Для того чтобы На жестко Не залить Вот эту трубу Потому что Ввиду Такого явления Как сопромат Соправление Сопротивление Материалов Эта труба Очень нагревается Она будет расширяться И в дальнейшем Разрушит Вам бетон В этом месте Поэтому она там Должна находиться Свободно И здесь отдал Три трубы Одна спереди Другая сзади Одна посредине Можно даже было Дать немножко больше Потому что Такая важная Здесь сделан Ну такой Не бетонный пол Но выложен кирпичом Для того чтобы Можно было здесь Убирать залу В этом месте И на ок Вот Относительно Установки Ну если еще раз скажу Когда трубы Запитываете сюда В бетон То обязательно Обернуть их Картоном Для того чтобы Картон потом Сгорит И в этих Каналах Труба будет иметь Место Двигаться Когда она будет Нагреваться Иначе Этот бетон Будет Разрушиться Теперь Ну к рубашке Тут особых Нету объяснений Сами понимаете Сами видите Как это все делается И нужно остановиться На некоторых Очень важных моментах Которые будут касаться Именно запарочных емкостей Для подготовки субстрата Сейчас мы рассмотрим Внутри Обязательно Нужно сделать Двойное дно Вот Видно? Видно что там Сетка внизу Вот эти сетки Их даже много Видите в процессе Многократного использования Это дно От нагревания Оно постоянно Проседает Делается Такая яма С которой Потом не стекает вода И Субстрат который Будет находиться Внизу Он будет постоянно Мокрым И Отсюда Трудно его удалить Он будет Подгнивать И самое главное Что сеять на него Мицелий бесполезно Потому что он будет Слишком мокрый И Он будет все равно Подгнивать Поэтому Здесь Делается такой Длинный пол Еще раз Сюда Вот И Видим Такая перфорированная Два листа Здесь Находится Для того чтобы Внизу Была вода И Чтобы наш субстрат В процессе Варки Не Подгорал Потому что Температура Внизу В топке Очень высокая Довольно таки Высокая Вот И Он будет там Подгорать Что нам совсем не нужно Еще Два очень важных момента Вот здесь Такая Видим Такая вот Труба Это Стравочная Такая труба Когда вы Заполняете Емкость Водой То Всегда Ровно Вот так На ладошку Воды не доливается В процессе Кипения Вода Будет Разогреваться Она Начинает Кипеть Она Подымается И Начинает Выливаться Через края Если Не сделаете Вот такую Стравочную Трубу Она Должна Быть Немножко Ниже Края То Эта Вода Которая Будет Выливаться Она Будет Перетекать Через Край И Заливать Просто Огонь И Здесь Видим Дымоход Для того Чтобы Понятным Образом Выходил Дым И внизу Видим Еще Одна Важная Такая Вещь Это Труба Для Слива Воды Проблем Со Сливом Воды Нету Солома Очень Уникальный Материал Для Работы Она Эту Трубу Никогда Не Забивает Таким Вот Образом Она Просто Открывается И Вода Самотеком Сливается Ровно Настолько Насколько Это Необходимо Здесь Опять Должен Сделать Такое Важное Замечание Чтобы Когда будете Заливать Этот Бетон Обязательно В самом Бетоне Внутри Эту Трубу Обернуть Несколько Раз Картоном Закрепить Скотчем Потом Залить Вот Этот Бетон В процессе Ее Расширения Чтобы Она Имела Место Куда Двигаться Иначе Закончится Тем Что Или Она Отломается Внутри Или Она Разрушит Вам Бетон Конструкция Здесь Сделана Можно Разобрать Что Создал Человек Но Разбирать Ее Вообще Было Крайне Нежелательным Если Придется Делать Ремонт В этом Месте То Это Будет Очень Большая Такая Проблема Поэтому Именно Канал Тубы Нужно Обязательно Сделать Чтобы Она Там Находилась Свобода Теперь Еще Нужно Обратить Внимание На Такие Укрепляющие Пластины Более Так Общим Планом Вот Эти Пластины Они Здесь Находятся Не зря Во-первых Они Хорошо Держат Периметр Так Нужно Сказать Что Это По-моему Железные Пластины Это По-моему Насколько Я Разбираюсь В этом Деле Это Трехмиллиметровые Толщины И Если Не Сделать Такую Каркасную Опору То Они Естественным Образом Будут Ходить В разные Стороны Поэтому Они С одной Стороны Сделаны Для Укрепления Этой Конструкции И С другой Стороны Они Выполняют Еще Одну Очень Важную Функцию Это Мы Сделаем Видео Когда Мы Будем Делать Закладку Нужно Будет Еще Раз На Это Восстановиться Но Если Речь Идет О Запарочной Емкости То Нужно Обязательно Это Озвучить Когда Мы Наполняем Эту Емкость Соломой Мы Набиваем Ее Доверху Притом Хорошо Утрамбовываем И В процессе Подогрева Она Будет Выпирать Просто Вверх Если Мы Не Сделаем Какую Фиксацию Этой Соломы То Она Нам Просто Вывалится Из Незамысловатым Способом Скажем Так Она Закладывается Под Значит Под этот Каркас Вот И Одна Закладывается Вдоль И Остальные Закладываются Вот Так Вперек Вот И Этого Достаточно Для того Чтобы Зафиксировать И Чтобы Солома У нас Не Вываливалась Потом После Этих Всех Мероприятий Мы Сверху Это Все Накрываем Крыжкой Давайте Если Уже Лета Бочки Вот Таким Вот Крепким Движением Руки Когда Уже Там Солома Заложена Мы Сделали Вот Эти Закладные Это Все Мы Застопорили Чтобы Она На нас Не Вываливалась Мы Берем Вот Этот Наш Стол И Делаем Из Него Крышку Так Вообще Делать Очень Оправдано Потому что В процессе Варки Горячей водой Горячим паром Она стерилизуется И потом На этой Поверхности Без лишних Обработок И всего остального Можно себе Спокойно работать В то же время Она хорошо Погревается Со всех сторон И Инфекция Можно сделать Очень Здесь Плотно Она Будет Пропускать Дым Но Для того Чтобы Меньше Это Происходило Сама Бочка Все равно Будет Расширяться В процессе С ней Работы То Чтобы Устранить Вот эти Щели Можно Просто Использовать Вот такие Остатки Металла Или пластины Которые Более Герметично Это все Закладывается Чтобы она Меньше Давала Дыма И О самом Режиме Это Вообще Отдельный Вопрос На чем Я хотел Еще раз Остановиться О режиме Работы С этой Емкостью Нужно Сказать Что Приблизительно Вода В такой Вот Огромной Полтора Почти Полтора Кубовой Емкости Закипает Приблизительно Где-то За 45 минут Это Довольно Таки Быстро Если Все Сделать Именно Вот таким Вот Образом Раньше Мы Этой Емкостью Уже Пользуемся Где-то Года Четыре Раньше Она стояла У нас Просто На кирпичах В этом Месте Но Просто На кирпичах Без Вот этого Всего Технического Сооружения И Недостатком Было Что Ну Понятно Если Идет Дождь Фактически Огонь Раздувался В разные Стороны И Работать Было Из-за Подогреть Его Было Очень Таки Непросто Нужно Было Где-то 6 часов Около Нее Тут Кочегарить И То Притом Постоянно Постоянно Подкладывая Дрова Теперь же Дров идет Очень Мало На эту Топку Не Нужно Там Ужасаться Что Это Горы Настолько Экономно Настолько Рационально Что Вы Себе Даже Возможно Трудно Себе Представить Насколько Просто И быстро Она Подогревается И Вообще Я Делаю После того Когда Сделана Была Вот эта Вся Конструкция Появилась Возможность Сэкономить Очень Много Времени Значит Первым Закладывается Первая Партия Для того Чтобы Было Достаточно Жара Примерно 45 минут Эта Бочка Закипает Потом Ровно Через Час Я делаю Вторую Закладку Дров Совсем Немножко Она Еще Раз Подогревается И Еще Через Час Я Делаю Еще Одну Закладку Дров То есть Три Раза Небольшое Количество Дров Подкладывается Под нее И Все Потом Закрывается Вот Эта Крышка Которая И Эта Бочка Оставляется До Следующего Дня Во Первых Эта Крышка Должна Бы Для того Чтобы Было Все безопасно Чтобы Там Где-то Уголек Не выскочил И Что-то Тут Не Поджег С Другой С Другой 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 Она Держит Тепло С Третьей С С Другой С Видим Что Прилегает Она Неплотно Есть Возможность Чтобы Заходил Свежий Кислород Для того Чтобы Поддерживать Горение И Все Просто После Таких Трех Закладок Мы Слива Воды Приблизительно За 6 Часов Вода Полностью Отсюда Сливается Сам Субтрат Немножко Подсыхает И Можно Приступать Непосредственно К упаковке Кребных Блоков Думаю Вам Материал Будет Очень полезен Подписывайтесь На канал И Следите За Материалами Их Будет Еще Очень Много Полезных Нужных И Очень Важных Материалов С вами Был Макс Аля Желаю Вам Всего Самого Наилучшего